Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пускай это будет слово энергия или техника электрического дыхания, как завещал Александр Николаевич, электричество, энергия. И мы сегодня подышим. Я хочу вам дать два ритма дыхания. Вы почувствуете, как работает это, как мощно дает состояние. Всего лишь подышите 8 минут в одном ритме, потом будет пауза 4 минуты и 8 минут в другом ритме. Может быть, даже побольше сделаем. Давайте не 8 на второй ритм, а там будет дип хаос. Будет в голове одна мысль, только не выключай музыку, пожалуйста, давайте до утра. Так уж и быть, подышим минут 15-20. Посмотрим на зал, посмотрим на энергетику, какие ощущения у вас будут. Это будет очень-очень интересно, потому что определенная атмосфера, определенные люди, состояние, это все погружает в нас в некий такой сакральный мир ощущений, в опыт. Возможно, у вас будут какие-то инсайты, то есть что-то у вас, какой-то пазл глобальный сложится. Возможно, вы попадете в прошлое, возможно, вы попадете в образы из ближайшего будущего. У нас очень часто такое бывает, и когда начинаешь дышать, начинают идти картинки. Когда уже так посерьезнее заходишь в дыхание, и начинают идти картинки. У нас очень часто были такие истории. Одна участница подышала в Москве, и это было в группе, в помещении. Она говорит, я что-то увидела образ, мы все вместе где-то в Крыму на каком-то обрыве дышим, и ты им с бубном пляшешь. А там музыка просто, ну, в музыке был бубен, окей. Ну, то есть образ совпал, все, в музыке бубен, у нее образ, я с бубном, короче, где-то там в Крыму, в общем. И мы все дышим. Проходит полгода, мы организовываем тур, выезд в Крым. И она вписывается в программу, она уже забыла этот опыт, забыла это видение. Ну, было и было, там столько этих картинок было, что на всю жизнь хватит узнать свою наперед. И соседа тоже. Главное, телами не поменяться. Такое тоже бывает. Шутка. Так вот, мы поехали в Крым, и мы заходим, как только мы поднялись на какую-то горку, там что-то шли какие-то кусты, хвойные деревья, по тропинке, по тропинке, выходим, такое плато, обрыв, оно такое... Там народ сзади идет, такая, стойте. Это что такое? То есть она на меня поворачивает, говорит, я тут уже была тогда, полгода назад, когда мы дышали в этом зале. В том зале ты помнишь? Я говорю, ну, конечно, у меня тысячи людей проходят, каждый мне свой образ рассказывает, конечно, я тебя помню. Он так ярко запомнился. Конечно же, нет. Вот, она говорит, я была здесь, я дышала здесь, а я, конечно же, взял с собой бубен, но просто на фоне того, что она этот опыт вообще забыла. Ну, картинка там, их много выходит. И получается, что такие темы очень часто, поэтому, если что, будут идти какие-то картинки, просто их запоминайте, просто держите при себе, посмотрите, что будет дальше. Очень часто происходят какие-то откровения у людей, то есть какой-то вопрос беспокоит, мучает. И через дыхание у нас происходит такая тема, что наш мозг, он работает в определенном диапазоне, в нашем привычном образе мышления, восприятия, сознания, то, к чему мы привыкли. Как только выходит что-то за рамки привычного, у нас сразу же загорается красная лампочка, ага, так, что-то здесь не то. Мы начинаем вычислять, что здесь не то и так далее. То есть как только мы встречаемся с каким-то непривычным, непознанным нами опытом, у нас либо любопытство, либо страх, как система защиты. Когда мы начинаем дышать, вы будете то же самое чувствовать во время процесса дыхания. Но будет ощущение на физике, возможно, у кого-то будет дискомфорт в теле, возможно, вы почувствуете блоки в теле, блоки зажимы, знаете, что такое? Здесь уже все люди такие в теме. Блоки зажимы – это зоны напряжения в теле, которые скапливаются вследствие наших эмоциональных различных переживаний. Да, если на человека очень долго методично кричать по какому-то поводу, даже или обвинять то в том, в чем он не виноват, у него все равно на теле сформируется какое-то напряжение, которое нужно будет потом снимать. Это жизнь, мы живем, мы никак не можем отказаться, я хочу стать вообще неуязвимым, есть какие-нибудь практики, тебе такой частный запрос, какие-нибудь практики, что я сделаю эту практику, и все, мне будет на все пофиг, и я буду как терминатор, меня ничего не будет трогать. Нет, в любом случае мы встречаемся с разными ситуациями, которые нам нужно проходить. И эти ситуации, они отпечатываются в нашем теле. Когда мы начинаем дышать, вот это все наше тело показывает – шея, спина, руки, голова. То есть где-то, где есть напряжение, которое мы сейчас его не чувствуем, во время дыхания это все проявится, поэтому будьте готовы. Это может быть не совсем приятно, но чаще всего неприятно у людей, которые сильно зажаты. То есть человек уже на грани находится, то есть у него уже там он уже весь больной, этот зажим ходячий, да, начинает дышать, у него все раз в 10 усиливается. Это неприятно. У людей, проработанных, которые в теме, чаще всего фокус переживаний смещается в другое, это в кайфушке. Так как вас Александр Николаевич уже настроил на вот эти вот все штуки интересные, оргазмичные, то во время дыхания у вас, возможно, будет происходить смещение в состояние оргазмов, кайфа, блаженства, эйфории, потому что во время активной фазы дыхания у нас меняется химия в организме, и начинают работать другие отделы головного мозга. Сосуды сначала сужаются, потом они расширяются. То есть мы работаем с гидравликой. То есть если вы сейчас подышите вот таким образом, через 5 минут, даже может быть раньше, произойдет сужение сосудов. Когда сосуды сужаются, повышается давление кровеносное. Это гидравлическая система. Сердечко начинает колотиться быстрее и так далее. То есть мы управляем гидравлической системой. Меняется химия, меняется восприятие режима головного мозга, меняются эмоции, меняется ментал. То есть вся вот эта вот наша слоистая структура, к которой мы привыкли, она уже другая через, представьте, сколько? Три минуты. Три минуты – все. Это уже другой человек совершенно. Вот в чем фишка дыхания. И поэтому в древности йоги через дыхание получали доступ к своим ресурсам организма. Есть такой Вимхов человек, ледяной человек, наверное, слышали, 26 мировых рекордов. Но некоторые думают, что он только за счет дыхания этого достиг. Просто дыхание – это один из элементов его системы. Просто некоторые думают, что вот он только так дышал, я сейчас буду так же дышать и занырну в лед там на… И все. И кто повторял, у них не получалось в шортах на Эверет зайти никак, потому что у него целый комплекс. Но все же через дыхание мы можем получить доступ к скрытым резервам нашего организма и исцелиться, получить ответ на вопрос, решить какую-то задачу. И все, на что вы направите внимание во время измененного сознания, во время дыхательного процесса, у вас это будет усиливаться. Также идет проработка блока в теле. То есть вы дышите, вы чувствуете, у вас зажим в шее. То есть реально напряжение в области шеи усилилось. Что нужно делать? Направляйте туда внимание и просто дышите в эту зону. Как это называется даже? Продышать блок. Слышали, да? Продышал. Я продышал руку, я продышал шею, еще что-то. Я продышал бывших всех, и я освободился. И тому подобное. То есть связи прошлого. Смотрите, есть три основных диапазона ритмов дыхания. Я пришел к этим ритмам путем своего личного исследования. Этого нигде не написано в книжках. Нету этой информации. Но эту информацию я взял за счет того, что было очень много-много тренингов. Я ставил много различной музыки. Я с музыкой хорошо дружу. Я ее использую в разных процессах дыхания. Музыка, причем современная музыка, это такая крутая штука. Просто вы это почувствуете, поймете, насколько глубоко она терапевтирует. Современный психоделик, дип хаос. Дип техно, транс, то есть такие этнос какой-нибудь с электроникой. Вот это все, это просто кладезь терапевтических всяких разных инструментов, если вы еще к ним добавите свое дыхание. И вот есть три диапазона ритмов дыхания, которые очень мощно прорабатывают наше тело, психику, ментал. Сейчас расскажу. Смотрите, у нас наша дыхательная система автоматически сейчас производит примерно в среднем 8-16 дыханий в минуту. Ну, оборот. Мы это не контролируем. То есть это происходит и происходит. Автоматика работает для того, чтобы насыщать кислородом наш организм. Мы же не заставляем себя делай вдох, делай выдох. Это было бы просто безумие. Но как только я вам скажу задержите дыхание, задержите дыхание. Держите, держите. В этот момент... Можете дышать, Слава. В этот момент мозг переключил режим управления дыханием с автоматики на осознанное, потому что у нас нам от природы, или я не знаю кто, природа или инопланетяне, кто нам дал такой дар управлять своим дыханием. То есть мы можем его задержать, мы можем его ускорить, мы можем его замедлить по собственному желанию. Мы можем его просто банально в ритм музыки настроить и в ритм музыки дышать. Это круто. Это дает очень большие возможности. Получается такая система, что есть ритмы музыки, есть ритмы дыхания. И есть ритм музыки 90 ударов в минуту, 90 bpm, по-простому. Кто разбирается в этих ритмах, музыки слышали, что есть бит, битрейт каждого трека. При 90 bpm делим напополам, это у нас получается вдох-выдох, 45 дыханий в минуту. Это очень интересная цифра. Запомните ее, в дальнейшем вы можете ее потом использовать для себя, для своей работы. Может быть, кто-то занимается с клиентами, кто-то занимается, не знаю, какими-то практиками. 45 ритмов дыхания в минуту – это вот так. Попробуйте подышать. Вдох носом, выдох ртом. Вдох ртом. Глубоко. Вот обратите внимание, несложно. Несложно. Стоп. Чувствуете, уже поменялось. Вот уже меняется химия в организме. Да, уже начинает происходить головокружение. Что здесь происходит? Здесь у нас происходит ускоренный выброс углекислого газа. Кислород в организме есть, его навалом. Но когда падает уровень углекислого газа, то для организма это сигнал. И вот при падении углекислого газа это учащенное глубокое дыхание. Но здесь оно не такое частое. В холотропке оно быстрее, вы помните, да? Это еще быстрее. Но здесь оно как бы минимальная глубина дыхания, но оно неестественно. Получается здесь оборот большой. Вдох носом, выдох ртом. Это для того, чтобы было гораздо легче дышать в таком ритме долго, чтобы организм не давал сопротивления. Потому что если вы сразу начнете дышать 120 дыханий в минуту, я уже прокачан в этом плане, для новичков это будет тяжело. То есть на пятой минуте тебе хочется бросить такой ритм дыхания, потому что это повышенное. 45 он позволяет пройти дальше. Мы подышим так 8 минут, и это дыхание оно расслабляет. То есть оно очень хорошо подготавливает психику, подготавливает физику, подготавливает восприятие, эмоциональную часть к тому, что, знаешь, как бы ты дышишь, и у тебя такой процесс идет нормально, все хорошо, это безопасно. Можно идти дальше. Зеленый свет. И ты маленькими шажками проходишь в измененное состояние сознания, в изменение восприятия режима нашего мозга. И плавный переход к иному состоянию, какому не определено. Нет тут какого-то конкретного состояния, в которое вы попадете. Вы все в разное попадете. У кого-то включится прошлое, у кого-то будет переживание момента прямо сейчас, что происходит, обострение обоняния, обострение восприятия, сознания, звуков и так далее. И получается, что вот этот ритм 45 это как вход. Вот, мы 8 минут подышим, и здесь главное опыт. То, что будет у вас, это будет ваше интимное, такое глубинное погружение в себя. Спасибо. 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 Спасибо.